О китайских инвестициях в Дальний Восток в последние годы сказано немало. От полей ВФ и многочисленных саммитов до закрытых заседаний в кабинетах высоких лиц. Из всех открытых источников следует, что сумма заявленных в Ливане Поднебесной в регионы Дефо составила уже 30 миллиардов долларов. Однако китайские бизнесмены на пути к светлому будущему иногда встречают препоны, в данном случае в виде российского правосудия. 13 января 2018 года в Уссурийске был задержан гражданин КНР Шень по подозрению в даче взятки в 500 тысяч рублей. Гражданина заключили под стражу с начала до 13 марта 2018 года, позже продлили до июня. На защиту его интересов встал московский адвокат. Последний заявил, что даже непрофессиональным взглядом видно, что физическое состояние его клиента вызывает существенные опасения. На все ходатайства о проведении медицинского освидетельствования следователь отвечал отказом, а когда все же дал согласие, то начальник СИЗО незаконно отказал в его проведении, что свидетельствует о некой игре, которая ведется в отношении Шеня. Сейчас есть реальный риск того, что дальнейшее нахождение в СИЗО может угрожать его жизни. У Шеня в Уссурийске помимо близких родственников живет жена и малолетний ребенок с российским гражданством. Он не убийца, не насильник и не социально опасный элемент. Однако на все просьбы защиты отпустить Шеня под домашний арест или под подписку о невыезде следствие отвечает отказом. Арест бизнесмена из Китая заставил понервничать и его соотечественников. Шень – уважаемый человек не только на родине, но и в Приморье. В свое время он возглавлял департамент туризма в Суфенхе и помогал налаживать дружеские отношения между нашими странами. Сама же история с дачи взятки полна белых пятен и невыясненных моментов. Вот что об этом пишет независимый корреспондент газеты «Золотой рок». Одним из проектов, который до недавнего времени финансировал Шень, была гостиница во Владивостоке. Проблемы у инвестора начались в 2015, когда выяснилось, что отель построен с нарушениями требований по проектированию. На тот момент уже было возведено четыре этажа, после чего строительство было приостановлено. В октябре 2017 года Ленинский районный суд города Владивостока приговорил самовольную четырехэтажную постройку к сносу. И тогда Шень, вложивший в строительство незаконно рожденной гостиницы более 80 миллионов рублей, стал искать хорошего юриста, который смог бы законным путем решить эту проблему. И такой человек нашелся. Им оказался Игорь Филинов. По легенде, человек с большими связями. На деле никакого отношения к юриспруденции не имеющий. Филинов и Шень встречались три раза, общаясь через переводчика, плохо говорящего по-китайски. Каждый раз юрист со связями заявлял, что надо заплатить чиновнику по фамилии Заиченко, который за большие деньги сделает все как надо. Кто такой Заиченко, Шень не знал и не хотел знать. В свою очередь, он неоднократно напоминал Филиному, что все надо сделать по закону, а как он это сделает, Шеня не интересовала. Тому свидетельства диктофонные записи переговоров, а также расписка Филинова, где черным по белому написано, что он получил 500 тысяч рублей за юридические услуги. Представители защиты китайского бизнесмена уже обратились с письмами к президенту России, а также в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой о контроле и рабочей проверке ситуации. Восьмой канал продолжает следить за судьбой китайского инвестора и будет сообщать о подробностях процесса. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.